Сегодня я хочу рассказать о фильме «Хищники». Это испанский фильм 2022 года, а если быть точнее, это компродукция Испании и Франции. И объясняется это сюжетно так, что действие разворачивается в Испании, в некой деревушке, куда приезжает жить, трудиться французский фермер, французский мужик со своей женой. Они заводят хозяйство, пытаются возделывать землю, выращивают урожай. У них отличные помидоры, пользуются успехом на рынке. Помимо этого, в свободное время они даже занимаются тем, что подлатывают местные дома, поднимается проблема из маленьких испанских деревень, которые потихонечку пустеют, как, наверное, и любые другие деревни, что старики умирают, молодежь перебирается в город, дома приходят в разрушение. Но вот эта пара семейная, она верит в то, что если дома подлатать, то постепенно туда жители, новые жители какие-то вернутся, там снова люди заживут. То есть это получается, вот почему я говорю, что это вот, чем объясняется эта компродукция. Это фильм, снятый исключительно на испанском материале, но с участием французских артистов. Да, вот они как бы приехали, вот им понравилось им место, они когда-то путешествовали, встретили здесь рассвет, оказались необыкновенно впечатлены, решили здесь остаться жить. Вот, собственно, вот они здесь живут и живут хорошо, вот они хорошие люди, значит, и, ну, творят добро, условно говорят, пытаются творить добро. И при этом встречают полное такое сопротивление со стороны местных, местных жителей, и в частности со стороны своих соседей. Там не очень как бы понятно, не очень можно разобраться в чем же, собственно, проблема, в чем же претензия местных жителей вот к этим французам. Как я понял, я вот боюсь ошибиться, что она в том, что на месте этой деревни, вот где-то вот на этой территории собираются, некая фирма собирается строить вот эти ветряные такие вот эти электрогенераторы, ну, которые обеспечивают вот энергию вот от силы ветра, да. Мы в кино, ну, или если вы путешествовали по Европе, такие штуки могли видеть. И я так понимаю, что вот эта фирма, которая занимается этим, она предлагает жителям этой деревни вот как-то занять на какую-то их территорию. Там подробности, они не очень как бы рассказаны, то есть, что это имеется в виду, это их поля, их огороды, или что, или деревню надо снести, не очень ясно. Но она предлагается, соответственно, за вот их разрешение некие деньги, которые, вот по мнению вот этих местных крестьян, этих деревенских жителей, они обеспечили им вполне безбедное существование в городе. И они готовы как раз бросить свою родину, уехать, потому что они понимают, что здесь жизни нет, а вот они готовы спокойно, там, получив какие-то деньги, он говорит, я там таксовать буду, там, что-то, ну, в общем, что мне здесь-то, да, тут я уже позже как бы все понимаю. И получается, эти французы, которые вот со своей благородной миссией, наоборот, привлечь сюда снова жизнь, они, вот, и так как они теперь здесь живут, они имеют право голоса, и они против, они против того, значит, чтобы отдавать вот эту деревню этим электрогенераторам, витряным генераторам, вот этим штукам, и они как раз, видите, за то выступают, чтобы, наоборот, люди отсюда не уезжали, а сюда возвращались. И тем самым местные жители считают, что эти французы их обокрали. Что так как для того, для согласия для вот, для этой фирмы, для того, чтобы эти генераторы, значит, эти ветряные мельницы здесь появились, ну, медленницы, конечно, условно я говорю, как они там, вентиляторы эти называются, а нужно вот единогласное решение всех жителей здесь, здесь как бы прописанных. А эти французы, получается, вот всю малину импортят. И если там некоторые местные жители, ну, они просто это, ну, переживают в этом поводу, в центр вот конфликта ставятся непосредственные соседи, вот этих двух французов, два брата, один, ну, как бы такой постарше, другой помладше, потому что помладше он как-то стукнутый, он не выглядит особым идиотом, но он как-то такой подается, как он такой уже. Что-то с ним в свое время произошло, его какое-то стукнули по голове, и он такой как бы, ну, не то чтобы прям психованный, но за себя не отвечает. И вот от них, в сторону французов, исходит такая неприкрытая явная угроза. Типа, ты кто? Да, то есть ты что, она приехала, ты нам тут все портишь, и как бы ходи осторожнее, да, оглядывайся. И, а вроде Европа, цивилизованная страна, Испания, ну, опять же, действия закона, верховенства закона, полиция работает. И, конечно, этот француз тоже в эту же полицию обращается, то есть ко мне поступают угрозы, вот он мне как бы это, он так себя так ведет, в общем, незвусмысленные намеки. Ну, как бы, ну, помогите, поговорите. Ну, они так абсолютно равнодушны, ну, тоже, ну, а что мы сделаем? Ну, ну, хулигали, ну, что называется, вот убьют, вот тогда и приходите. И мы понимаем, в общем, да, что ничем хорошим это дело не кончится, и тут вот как бы, я, наверное, сейчас сделаю некоторую паузу, да, потому что все-таки я не избегу дальнейшего спойлера, но чуть позже тогда я вам расскажу, что если вы не хотите услышать спойлеры, тогда как бы вы финальную часть как бы уже тогда не смотрите, не слушаете. Пока остановлюсь на том, что, на мой взгляд, это, конечно, очень яркая, очень интересная, очень напряженная, драматическая история, особенно в первой своей половине, вот, которую я вам рассказал, вторая половина, по-моему, там немножко темп взбивается, и она оказывается, фильм оказывается как будто немножечко от другого, вот сейчас, чуть позже к этому перейду. Но вот в своем начале, это, конечно, такой универсальный сюжет, я люблю универсальный сюжет, потому что я очень легко могу представить, ну, вот эту историю на российских реалиях, российский ремейк, вот, без проблем. То есть, бери любую деревню, ну, немножко меняй какие-то реалии, и, по сути, ну, да, вот некий, как бы, пришелец что-то там что-то делает, мешает нашим, как бы, коренным, и вот эти все местные гопники, пьянчушки, здесь они проводят время, как бы, в таком местном кафе, вроде в интеллигентной такой обстановочке, за, там, за бокальчиком своего, там, вина или что они пьют. А, ну, представьте у нас, да, как бы, наши кафешечки, что наши там выпивают, и, конечно, все это у нас выглядело бы гораздо жестче. Здесь, а уж тем более действия нашей полиции легко предсказуемы тоже, здесь удивляешься как раз тому, что этот сюжет помещен, вот, действительно, в европейскую цивилизованную страну. Вот мы-то думаем, ну, что у них-то там все хорошо, а нифига, нифига, вот, у них тоже там есть проблемы, у них тоже есть вот этот, как бы, люмпины, вот эти гопники, вот этот элемент, который, как бы, не стесняется угрожать, ничего не боится, чувствует себя абсолютно правым, то есть, абсолютно такой узнаваемый типаж, и вот, вот, на этом и рождается вот этот триллер, который, вот, проявляется постепенно, постепенно, вот эти события вокруг этого спирата, там, как бы, ничего не происходит, вот жизнь, вот, там, что продает помидоры, а потом, потом вот эти угрозы нарастают, 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 и вот по этому медленному движению вот этого сюжета мы понимаем, что ничем хорошим этот сюжет закончиться не может, не зря же он назван, фильм, не зря же фильм дано такое название «Хищники», и вот тут пора перейти к рассказу об успехе этой картины. Это картина, главный фильм, испанский фильм 2022 года, если судить, во всяком случае, по премии ГОИ, это основная награда испанской кинематографии, вот их аналог Оскара. Картина получила 17 номинаций на эту премию, там премия просто очень разветвленная, в ней больше номинаций, чем на том же Оскаре, и вот среди них 9 побед, в том числе за лучший фильм, лучший режиссура, сценарий, операторская работа, лучшая музыка, звук, монтаж, то есть, в общем, все, да, и, конечно, лучшие актерские работы, это лучшая мужская главная роль, лучшая роль второго плана, это актеры Дани Миноше, я все время боюсь, что я неправильно поставлю ударение, зачастую забываю просто перепроверить это, но этого актера вы, безусловно, мгновенно узнаете, потому что у него, пусть в «Беславных ублюдках» была небольшая роль, но эта роль, которая запоминается, это вот тот француз из начала «Беславных ублюдков», к которому вот приезжает вот этот полковник в исполнении Кристофа Вальца, то есть вот этого, так что, как минимум лицо этого артиста вы узнаете. У него, кстати, уже три номинации на Фрисизара, ну, на французскую уже премию, я так понимаю, что вот именно на Сезар этот фильм не номинировался, что он все по… то есть он как бы как… то есть Сезар он получил, но получил как лучший иностранный фильм получается, да, то есть вот поэтому не номинировался в основных категориях, потому что, значит, и основной язык его, значит, испанский все-таки, да, то есть это совместное производство, но вот, то есть он для Франции иноязычный. Вот, и вторую вот награду актерскую этого фильма получил Луис Сайера. Для него это уже вторая Гоя и тоже за роль второго плана, причем, что любопытно, что первый он получил за фильм «Королевство», а это предыдущий фильм вот этого же, ну, или, не помню, один из предыдущих фильмов, а этого же режиссера Родриго Сарагоина, который вот в прошлый раз в 2018 году покорил вот испанскую киноакадемию вот этим фильмом «Королевство», получив награды, сам тоже получив и за режиссуру, и за сценарию, но вот только в прошлый раз вот тогда, при том, что картина выиграла в семи категориях, она не выиграла в главной категории, и «Королевство» в тот момент не стала лучшим фильмом года, но вот с «Хищниками» вот этот Сарагоин, он взял свое, и теперь у него вот куча этих наград, и личных, и в том числе и за лучший фильм года, ну, прекрасно, вот «Королевство» я, к сожалению, не смотрел, но теперь хочу посмотреть, хочу найти и увидеть, тоже оценить, но «Хищники» это, конечно, картина, безусловно, достойная, про режиссера еще хочу сказать, что у него, он даже, как бы, у него есть даже номинация на «Оскар» за его, одно из короткометражных работ, ну, вот тот пример, когда вот не всегда победители и номинанты в коротком метре «Оскаровские», далеко не всегда они в итоге потом становятся явлениями, скажем так, в большом кино, когда переходит вот уже в большое игровое кино, не всегда становятся, вот, как бы, ну, заметными режиссерами, в данном случае можно говорить, что вот номинант Родриго Сарагой, но он, как минимум, в Испании действительно добился большого успеха, и кто знает, может быть, потом этот успех, он, как бы, и как бы перекинется и на международную арену, и он что-то снимет тоже, как бы, интересно, и для, быть может, и для Голливуда, если захочет, конечно, я, честно говоря, не сомневаюсь, что предложение у него и есть, потому что, ну, хищники, это вот действительно тот пример, когда берется универсальный сюжет, накладывается на вот, в данном случае, на испанскую почву, совершенно не удивлюсь, если те же американцы, которые вот охотятся за чужими сюжетами, как мы знаем, его многое любят перевожить, переманить, переманить к себе и как таланты, так и сюжеты, ну, вполне возможно, и они решат, что да, давайте здесь будет там какой-нибудь мексиканец, может быть, или еще кто-нибудь, и почему бы, вот, почему бы им не придумать нечто такое, ну, тем более, что у них тоже, ну, бывают, как бы, проблемы не только с соседями, но и проблемы, как бы, не знаю, насколько у них вымирают деревни, но мы знаем, что у них есть даже целые вымирающие города, так что, может быть, может быть, не знаю, ну, это я так просто рассуждаю вслух, чтобы, как бы, что-то поговорить, что называется, а теперь перейду как раз вот ко второй, как бы, часть этого фильма, к рассказу об этом, потому что во второй части картина, она очень меняет интонацию, и необходимо просто про это тоже отдельно сказать, потому, вот именно обозначил для вас, что вот это спойлер, потому что в итоге, конечно, все основная история, она кончается трагически, и вот эти мужики, они герои-то убивают, этого француза, и оказывается, вроде бы, это должен был бы, то есть, тут два было развития, вариантов развития сюжета, либо они его убьют, либо он не выдержит и их убьет, объясняя потом тем, что вот они его просто вот довели до такого состояния, что вот вынужден был, как бы, самообороняться, там вот есть к этому тоже подводящие нас вот, как бы, сцены, но в итоге побеждают они, вот эти хищники, они его вот убили, тело куда-то спрятали, выкинули, и потом вдруг оказывается, что это только середина фильма. И во второй половине фильма в центр повествования выходит жена вот этого француза, ее играет Марина Фаис, тоже знаменитая, наверняка вы знаете ее в лицо, французская актриса, у нее пять номинаций на Оскар, ой, не на Оскар, она, конечно, на французский Оскар, она вот на премию Сезар, и вот вдруг, то есть, до этого она тоже в сюжете, естественно, присутствовала как жена, а тут она становится вот главной героиней и забирает на себя весь остаток фильма, как бы его немножко переиначивая, то есть, если до этого это был напряженный триллер, а здесь, получается, убийство уже свершилось, и мы подозреваем, что вряд ли они будут, вот эти соседи, вряд ли они пойдут на второе убийство, и, конечно, их цель была в том, что они думали, что они убьют мужика, и жена испугается и сбежит сама. А вот эта героиня, героиня Марина Фаис, она оказывается сильнее, и она не сбегает. Более того, она продолжает возделывать землю, продолжает дело мужа, и при этом она продолжает его искать. То есть, мы не сразу понимаем, сделано это без какого-то такого сопровождающего титра, это мы должны сами догадаться, что на самом деле после убийства прошел какое-то время, там чуть ли не год, и за этот год она вот не смогла найти никаких доказательств, что мужа вообще убили, и найти его тело, и тем самым не могла. Она знает, что убили соседей, но она не может это доказать, соответственно, что ее знание для полиции. Ну вот она продолжает искать, ходить вот по этому лесу, и регулярно отчитываться в полиции, ну они ее так сочувственно поддерживают, ну мы сделать-то ничего не можем, но если вы что-то найдете, то найдете какие-то доказательства, это прекрасно, а так что нам сделать. И вот как раз дальше напряжение этого всего фильма, оно во-первых связано с тем, что с ее поисками, с ее отношениями с дочерью, приезжает дочь из города, которая говорит, ну вот что ты тут, тебя все ненавидят, поехали в город, будешь вот со мной там, с внуком там, а она говорит, нет, я вот, я на своем месте, я на своей земле, здесь погиб мой муж, мой любимый, здесь мы хотели жить, здесь я буду жить дальше, ты, да, ты не хочешь, ты живи, ну да, ну вот мы теперь по отдельности. Ну в общем, ну это наши жизни, у меня такая, у тебя своя, вот это приводит сперва к их ссоре, потом вот они мирятся, и вот я почему тоже вот так глубоко погружаюсь в этот сюжет, потому что в итоге у фильма возникает совершенно иное напряжение, найдет она доказательства или не найдет, и главное появляется иной смысл, в итоге она в какой-то момент подходит к матери этих двух братьев, у них есть престарелая мать, которая, конечно, не верит в то, что они убили, она им говорит, они убийцы, их накажут, их посадят надолго, и мы с вами останемся здесь вдвоем, потому что мы соседи, я и вы. Вот и подумайте, вот вы решайте, на чьей вы сейчас стороне, то есть вы будете по-прежнему защищать своих сыновей, потому что они ваши сыновья, или вы признаете, что они убийцы, и вы как бы, ну ладно, дает, как бы, ну что ли, вы их сдадите. Но при этом она говорит, главное, мы останемся с вами вдвоем. Вот мужики сделали, как бы, разобрались, получается, одни убили, другой убитый, а останутся женщины, и вот она продолжит вот этим заниматься, возделывают землю и это. То есть в фильме появляется кардинально иной смысл, то есть если до этого была такая триллер о взаимоотношениях с соседями, одни из которых хищники, другой жертва такой, и они вот на него набрасываются и съедают, и вот мы долго это время думаем, что это и есть содержание фильма. А в итоге на вот этот, на триллеры насваивается другое, как бы, некая возвышенная такая история о том, что женщина оказалась сильнее, и женщина победила. Ну тут дальше можно, как бы, фильм дает пространство для размышлений, и это замечательно, потому что вот когда кино подобное пространство для размышлений дает, это всегда хорошо. То есть это вроде бы такой же фильм, который я думал, что это жанровая картина, она оказалась вот как бы она выше жанра. То есть вот как бы, возможно, это и принесло ей вот такой профессиональный успех, но как минимум этот у испанской кинопремии, я думаю, что принесла и зрительский успех, потому что мне кажется, картина выходила у нас в официальном прокате, что если вот вы начнете ее смотреть, что вы поймете этих героев, начнете им сопереживать, вот как-то вот вольетесь в их судьбы, конечно, ужаснетесь вот этим соседям, представите, а каково было бы вам с этими соседями такими, чтобы вы смогли бы против них сделать, против этих хищников. И, конечно, вот этот фильм, он оказывается, он глубже, чем вот как бы он изначально о нем можно подумать, потому что вот он вводит нас вот на некие, на мысли о нечто большем. Да, то есть вот о том, да, конечно, здесь в центре вот, что одни съедают других, а с другой стороны, что в общем всех съесть им не удается. И вот эта заложенная идея, она как бы продолжает жить. И, ну, конечно, тут нет никакого оптимизма внутри этого фильма, что действительно что-то изменится, и люди туда приедут, вернутся, но тем не менее, какая-то надежда, ну, хоть и такая потухшая, но остается, но как минимум, даже мы, может быть, про нее забываем, нам, как бы уже, мы болеем за то, что хотя бы восторжество, справедливость. И вот этот фильм, ну, можно сказать, что нам вот это, вот это чувство того, что торжество, справедливость, возможно, этот фильм, мне кажется, ну, опять же, немножко, как бы раскрою концовку сюжета, все-таки он это чувство дает.